И этому дала? Дала. И этому дала. Ее тоже не обделили. Воспитатель детского сада Юлия Сингалиева после шести лет в съемной квартире наконец-то обрела свою. Накануне ей вручили документы на жилье. Вещи уже упакованы. Пакеты заняли почти всю небольшую комнату. Они ждут своего часа, чтобы переехать в новую многоэтажку на улице Антонова. Я была так счастлива, что я попала в эту программу. И хочу сказать огромное спасибо Панкову, Прокопенко и Грищенко. Давайте посмотрим, какие условия. На этой улице ключи от квартир первая партия новоселов получила еще прошлым летом. Квадратные метры из фонда служебного жилья полагались сотрудникам социальной сферы. Так руководство города, области и депутаты Госдумы решили поощрить молодых врачей, воспитателей и педагогов. Ну не верили до последнего дня. А вот сегодня пришли, говорят, разделили радость со своими молодыми специалистами. На самом деле зашли, увидели, когда квартиру, только тогда почувствовали, что это на самом деле там. Сегодня служебное жилье – причина громкого скандала. Областная прокуратура поставила под сомнение передачу жилья бюджетникам. Сотрудники назорного органа заявили о возбуждении девяти уголовных дел против главы Саратовской администрации Алексея Прокопенко. Если они дойдут до суда, педагогов и врачей могут выселить. Услышала и средства массовой информации, что квартиру, которую мне предоставили, могут забрать. И просто вот я возмущена и не пойму, почему воспитатели считают людей второго сорта. Потому что если такое произойдет, просто я не знаю, с ребенком, мы просто останемся на улице. Скандал со служебным жильем прокомментировало большинство политиков области. Все они поддержали позицию администрации города. А сегодня стало известно, что областная прокуратура хочет опротестовать еще и передачу дома официальных делегаций одаренным детям. По мнению прокурорских, им в центре города, на улице Волжская, делать нечего. Надежда Новикова, Олег Буланов, Новости, Телеобъектив.